Привет, друзья! Те, кто смотрят меня давно, наверное, знают, что я много лет прожил на Украине. И я говорю даже не о своем родном городе Донецке, а, например, о Львове, где достаточно много времени я провел. Сейчас, к примеру, я нахожусь в Сибири, поэтому с уверенностью могу рассказать о том, чем же русские отличаются от украинцев. И в этом нелегком деле мне поможет бывший сибиряк, а сегодня уже справжний украинец, который из Томска переехал в Киев. Вы знаете, недавно я наткнулся на любопытную статистику, и она гласит о том, что каждый второй молодой человек от 18 до 24 лет, живущий в России, мечтает уехать из страны. И все большее количество потенциальных мигрантов смотрит на Украину. Неожиданно, конечно. И так, как я уже сказал, все большее количество людей, желающих покинуть Россию, смотрит в сторону Украины. Я это не с потолка взял, об этом говорит официальная статистика. Вашему вниманию данные за 2018 год новее нет, но, в общем-то, это все равно довольно свежая информация. Так вот, согласно данным Росстата, в 2018 году из России в Украину эмигрировало почти 123 тысячи человек. Но тут, как говорится, справжний украинец всегда кроется в деталях. Дело в том, что, согласно этой же статистике, из России в Узбекистан и в 2014, и в 2015 году уезжало почти по 95 тысяч россиян. В Армению 32 тысячи, а в Таджикистан, страшно даже представить, 37 тысяч граждан. Как я думаю, вы уже догадались, эта статистика говорит не об эмиграции граждан России на Украину, а о том, сколько раз была пересечена гражданами России российско-украинская граница. И речь идет даже не о количестве граждан, а о количестве пересечений. Поэтому, если один человек пересекал границу 25 раз за год, то по статистике это будет цифра 25, а не один. И заметьте, если в 2010 году граждан России, переехавших на Украину, было около 6 тысяч, то в 2014 уже 32, в 2015 48, а в 2018 году почти 123 тысячи человек. То есть, с юридической точки зрения, житель Донбасса, получивший российский паспорт и вернувшийся обратно домой в ДНР и ЛНР, считается как гражданин России, выбывший с территории Российской Федерации и прибывший на территорию Украины. И он будет учтен в этой статистике. Поэтому, когда обновятся данные уже 2019 года, я думаю, для Украины эта статистика будет просто удручающая, потому что таких граждан будет уже не 123 тысячи человек, а 200-300, если не больше. Для понимания всего на территории Украины сегодня, под контрольной Киеву, находится около 280 тысяч иностранных граждан. Но самое главное, что количество людей, которые уехали в Украину из России, растет с арифметической прогрессией. Так, еще в 2014 году это было всего 32 тысячи человек, а в 2018 уже 122 тысячи. И это при том, что, как мы знаем, есть определенные ограничения, и мужчинам проехать в Украину без приглашения проблематично. А еще напомню, что именно в 2018 году в России прошли выборы президента. Совпадение? Не думаю. Я тоже не думаю, что адекватный человек решится из России переехать на Украину. Но понятие адекватности ведь у всех разное. Для кого-то и Павленский вполне адекватный, но экстравагантный акционист. Я лично знаю несколько человек, которые, живя в России, недовольны режимом и рассматривают возможность переезда, в том числе в Украину. Я думаю, что многие украинцы, сейчас услышав об этой статистике, будут недовольны, потому что многими россияне воспринимаются как посланцы русского мира. Им говорят, что вы претесь, сидите у себя в Москве. Но я предлагаю не мыслить все-таки шаблонами и совсем немного подумать. Много даже не придется. Смотрите, у людей, которые уезжают из России в Украину, на то есть три веских основания. Это либо причины личного характера, либо приглашение на работу, либо неудовлетворенность политическим режимам и экономической ситуации в своей стране. Но один тот факт, что человек решается на переезд в Украину по каким-то личным мотивам, на мой взгляд, уже говорит о том, что он, по крайней мере, не подвержен информационной пропаганде у себя на родине. Согласитесь, зашоренный любопут вряд ли поедет в фашистскую Украину. Согласен, туда есть смысл ехать, либо если у тебя есть мигалка на голове, либо серьезные проблемы с мозгами. И, собственно, наш сибиряк явное тому доказательство. Я не буду говорить, как здорово, что россияне валят в Украину. Нет. Но я могу сказать здорово, что люди, которые все-таки по какой-то причине решились на переезд из России в Украину, это люди либо с головой на плечах, либо люди с украинскими корнями. И здесь мы подошли к главной теме нашего выпуска. Чем же отличаются русские от украинцев? И на примере нашего сибиряка, хотя какой он сибиряк, он уже справжний украинец, я вам докажу, что отличия лишь в мозгах. Являются ли русские и украинские народы братскими? Сегодня хочу поговорить с вами именно на эту тему. Я могу говорить с позиции человека, который почти 4 года живет в Украине. А я, как человек, который уже не первый год живет в России. На мой взгляд, ментальность русских и украинцев сильно отличается. Прочувствовать это можно, ну, по сути, только находясь в тесном контакте с обеими сторонами. Здесь согласен. Дончане, например, не особо отличаются от жителей Ростова, Одессы, Красноярска, либо Кемерово. Но вот когда ты приезжаешь во Львов или Ивано-Франковск, там вообще люди с другим менталитетом, можно сказать, даже люди другой нации. В частности, тогда я говорил о том, что россияне более грубые и резкие в сравнении с украинцами. С того момента прошло уже несколько лет, и сейчас я могу подтвердить, что да, действительно это так. Да, но скорее не грубые, а суровые. И замечу более искренние. Вообще, чем дальше на Запад, тем чаще ты встречаешь людей лживых и лицемерных, которые улыбаются тебе в лицо, но при первой же возможности готовы подставить тебе подножку. Приведу простой пример. Например, 2014 год. Активисты ходят, собирают по одному из сел на Западной Украине деньги на Евромайдан. И одна пожилая женщина им в этом финансировании отказывает. В итоге они ведро с сажей одевают ей на голову. Напоминаю, это небольшое село, где все друг друга знают. И эти ублюдки ходили с ведром сажи, чтобы одеть его на голову кому-то из своих односельчан, кто откажется финансировать их революцию достоинства. И вот эта наглость, самое точное, наверное, слово, не грубость, не хамство, а именно наглость, это и есть русская национальная черта. К сожалению, я вот как сам россиянин говорю вам об этом, хотя сам себя к этим людям, конечно же, не отношу и их осуждаю. Все верно. С таким мышлением, как у тебя, ты уже явно не россиянин. Ты кто по национальности? Хохол. Кто-кто? Хохол я. Хохол? Че он не хохол? Да-да, друзья, это слово означает скорее не расу или национальность, а состояние души. Если говорить о россиянах, как людях в широком смысле агрессивных... Здесь я, конечно, не могу не вспомнить знаменитого Александра Сытина, который обвинил русских в агрессивном отношении к Наполеону Бонапарту. Вы виновны в том, что вы вынудили пороже самого Наполеона прийти. Да, друзья, еще лет пять подобной деградации и боюсь, что нас уже будут обвинять в том, что мы напали на Гитлера, и я здесь не шучу. То у украинцев есть другая крайность. Они мягкотелые, они любят жаловаться и обладают низкой самооценкой. Ну, жаловаться любят все, а в особенности крымчане, у которых, как не спросишь, каждый сезон хуже предыдущего. Но справедливости ради, это скорее они говорят на удачу. Так что жаловаться это наша общая особенность. А вот что касается низкой самооценки украинцев, то я бы поспорил, она скорее очень завышенная. Украинцы свободолюбивая нация, они пытаются бороться за свои права, они ходят на митинги, они обеспечивают хорошую явку на голосованиях, не нарисованную, а реальную. Что за бред ты несешь? Я лично был на оппозиционных митингах в России и видел, что люди туда идут бесплатно, по своим собственным идеологическим соображениям, в отличие от Украины, где, чтобы собрать людей, нужны либо деньги, либо активисты, которые и работают активистами. Вообще в России достаточно бунтарское население, и если, не дай бог, когда-нибудь уровень жизни упадет до украинского, и при этом будет слабая власть, то вся Россия просто взбунтуется. Россияне такие имели на печи, они ленивые и не понимают, зачем им за что-то бороться и пытаться на что-то влиять. Да, украинцы уже повлияли на возвращение Крыма домой, на независимость Донбасса и добились. Сперва олигарха у власти, потом клоуна, земельные реформы, медицинская реформа от супрун, ну и, конечно же, кастрюлю голового образования. Ничего не скажешь. Повлияли, так повлияли, так сказать, добились, так добились. Для украинца крайне важно все, что касается лично его, его дома, его семьи, его быта и так далее. Для украинцев личные интересы всегда выше интересов страны. Сто процентная правда. Они живут по принципу «моя хатоскра», и вообще у большинства украинцев напрочь отсутствует какая-либо идеология, поэтому бесплатно на митинги никто не ходит. Кстати, им вообще пофиг на все, какой флаг висит на их администрации, им это неинтересно. Именно по этой причине и Харьков, и Днепр, и Одесса до сих пор в составе Украины. Для россиян, и это, конечно же, несомненно, победа госпропаганды, важно не только и не столько это, сколько то, как страна выглядит на мировой арене. Имперские амбиции и гордость за внешнеполитический успех, который, правда, никак не увязывается с тем, что ты видишь у себя за окном в условном Воронеже, это часть российского воспитания. Согласен, большинство россиян любят и гордятся своей страной. Я вообще в России крайне мало встречал людей, которые хотят свалить из страны. Даже оппозиционеры, которые ненавидят Путина, ну хоть убей, не хотят отсюда уезжать. Человек может никогда не побывать в другой стране и посмотреть, как там живут люди. Он может сам жить в плохих условиях, но при этом под водочку, рассказывать о том, какие мы великие, как мы моем, как нас все боятся и так далее. Интересно, а плохие условия-то какие? Это когда в Сибири при минус 30 в квартирах так топят, что приходится форточки открывать? Или нам нужно, как в Италии, где полстраны страдают хроническими легочными заболеваниями, потому что когда наступает зима, там в квартирах такой дубак, что людям приходится спать в теплой одежде. Ах да, обычно это туристам не показывают. Ну или давайте сравним пригороды Парижа, например, с центром Москвы. Ну либо Сочи. Ах да, это опять плохой пример. И кстати, почему мы должны стыдиться нашей армии, когда она у нас на сегодняшний день самая эффективная и сильная в мире? Уважаемые адепты теории о братских народах, обращаюсь сейчас к вам. На моем канале около 80% зрителей это украинцы. Многие из них пишут комментарии на украинском языке. Попробуйте сами, без гугла-переводчика, прочитать, правильно прочитать, понять и перевести то, что они пишут. Я думаю, что после этого все вопросы должны отпасть. Не вопрос. Дорогие россияне, послушайте, пожалуйста, сейчас украинский язык 80-летней давности и ответьте на простой вопрос. Вы его понимаете? Зворушливая дружба завязывается между пионерами города Сталином и детьми, вызвали наших единокровных братьев в Западной Украине. Ребята Палацу пионеров приготовили до желтневых свят подарки своим новым юным друзьям. Среди подарков – портрет любимого вождя товарища Сталина, намальованный обдарованным школярем Ванною Радионовым. А что касается письменности, то боюсь, что носителям русского языка будет сложно прочесть не только украинские комментарии, но и дореволюционные русские газеты. Но даже то, что я вам сегодня проговорил, уже позволяет сделать вывод о том, что ни о каком братстве речь, наверное, идти не может. Все-таки слишком много между русскими и украинцами различий. Это мое мнение, как человека, который имеет опыт жизни в обеих странах, возможно, у вас оно другое. Да, я все же считаю, что мы один народ. Просто так исторически сложилось, что на протяжении многих лет умные и адекватные люди оттуда понемногу уезжали, а разные чудики приезжали. Хоть там и своих хватало, но, как говорится, подобное тянется к подобному. Как говорится, в семье не без урода, и от этого мне очень грустно и печально, потому что на этой красивой и живописной земле сегодня осталось так мало нормальных людей. Потому что большинство там готовы за свои 30 сребреников ходить по тем улицам, которые названы в честь тех, кто убивал их дедов. Учить тот язык, на котором они никогда не разговаривали, и платить процент от своих зарплат и пенсий на обстрелы городов Донбасса, где живут их родственники, знакомые. И я сейчас говорю даже не галичанам, а тем русским, которые в 91-м году узнали, что они украинцы. Здравствуйте. Прошу тебя вопрос. Да, пожалуйста. Вы уже проголосовали сегодня? За что? Ну, во-первых, за Украину, это во-первых, за самостоятельную. А президент, это, я думаю, уже тайное голосование, и мы проголосовали за того. А что вы ждете? Чего вы ждете от независимости? Чего мы ждем от независимости? Ну, вы знаете, я вот послушала всех кандидатов. И совершенно согласна с тем, что гораздо легче навести порядок в меньшей стране, чем в большей. Но так я надеюсь, что никаких связей с Россией не будет прерываться. И я думаю, что так надеется большая часть интеллигенции. Так что мы по-прежнему будем вместе с Россией. Ну, просто как-то исходить будем из своей республики, из того, что в первую очередь нужно иметь. Да, но все президенты говорили о том, что они не подпишут союзный договор. Ну, видите ли, я думаю, что если будет подписан договор из каждой из республик в отдельности, пройдет какое-то время, вот мое такое убеждение, и все равно, через какое-то количество лет, все равно это будет нераздельно все. Просто на данный период, я думаю, это разумнее так. Вы только послушайте, какой чистый и красивый язык у этой киевлянки. Интересно, а она на нем сегодня продолжает разговаривать? Или она уже стала справжнюю украинкою? Мы даже не усвязываем, в каком часе мы живем. Это идеальный час, это неимоверный час для украинцев. Когда створилась не только новая люди народилась, новая нация. Народилась политическая нация. Когда русские, русский язык воюют за Украину, кричат, мы патриоты Украины, и никакой иншей у них батьковщины нет, чем Украина. Значит, все. Значит, мы перемогли. Да, друзья, а ведь мужик все правильно сказал. Когда русские убивают русских, в выигрыше остаются эти нацики. Меня зовут Евгений Мид. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова